добрый вечер всем я начну сегодня с двух дополнений касающихся нашего предыдущего разговора в связи с теми вопросами которые получил во-первых в прошлый раз прям во время занятия был разговор касательно практике так называемой первой ночи и где это появляется в еврейских источник значит я как бы еще раз это проверил в еврейских источниках классических это появляется собственно говоря в двух местах одно место это вавилонский талмуд трактат к тубот где в самом начале обсуждается вопрос когда именно в какой день недели правильно выдавать девушку замуж и почему это было перенесено потому что сначала было в один день недели в ем шлиши а потом это перенесли наем рвей и там качестве одного из аргументов выдвигается вот как раз это положение что вот в ем шлиши была такая постыдная практика прошу прощения в ем рви как раз была такая постыдная практика с рви на шлиши перенесли что девушку отдавали сначала как там сказано гигмон гигмон это вообще греческое слово для русского язычного читать человека хорошо дома по мастеру и маргарите и гимон который вообще обозначает по-гречески воинского начальника вот так вот это одно место другое место это и здесь нет никаких собственно вот в том отрывке который я сейчас прочел помимо самого слова гигмон нет никаких исторических реалий значит в другом месте в другом месте как раз таки есть исторические реалии и это место это так называемая могила танит произведение которое мы уже упоминали его не следует путать с трактатом танит в мишне и в талмудах это как бы самостоятельное произведение многослойное самый древний слой которого уходят своими корнями в эпоху мишны он написан на то есть даже что значит в оху мишны эпоху даже не мишна эпоху конца эпохи второго храма написано это на арамейском языке а у этого и этот слой это короткие замечания по поводу того какие дни календаря запрещены для постов и оплакиваний а у этих коротких замечаний на арамейском языке есть довольно длинные с холи и комментарии на иврите которые были созданы значительно позднее возможно в талмудическую а может даже в пост талмудическую эпоху и там частности по поводу месяца и 0 говорится что в 17 илуля 17 илуля нельзя поститься потому что в этот день ушли римляне из иерусалима но при этом в с холи рассказывается совсем не вы о римлянах а греках история которую мы фактически прочитали в прошлый раз в средневековых мидрашах когда согласно которой мы к вейское восстание вот как раз и началось из-за вот этой практике в ходе которой отдавали как тут сказано греческим царям еврейских девушек на а только после этого отдавали их и их нареченным мужья значит вот это два места плюс вот те самые мидраши которые я упоминал теперь все эти три места фактически являются судя по всему довольно поздний ну что касается вавилонского талмуда обсуждение обсуждение гемары это в прошлый раз говорили о датировке а когда он создавался он конечно на протяжении столетий окончательно был отредактирован уже где-то в шестом-седьмом веках то есть в общем то это эпоха эпоха когда римская империя уже давно христианизировалась и разделилась западной римской империи фактически уже нет появляется византийская византийская империя на востоке и это в общем довольно позднее время как я уже и сказал то что написано в магиатонит вот в этих сколиях хотя хотя речь казалось бы идет о восстании маковеев но сам текст опять же очень поздний некоторые считают что это уже эпоха гаонов даже но возможно полудическая эпоха и мидраши которые я вам демонстрировал они тоже достаточно поздние средневековые мидраши то есть какой вывод из всего этого можно сделать что по сути дела все упоминания этой практики в еврейской литературе относятся уже христианской эпохи вот и поэтому судя по всему мы здесь имеем дело с со случаем анахронизма когда на прошлое переносятся практики которые существовали или по крайней мере им инкриминируется наличие такой практики более позднюю эпоху ни в одном еврейском источнике современном как эпохи маковеев так даже эпохи поздней античности римская эпоха ничего подобного мы не прочитали просто нет вот это что касается что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что- йом харви и все теперь как бы почему бы туда не сет ли о моргии почему это выбрана дальше гемара действительно это обсуждает и предлагает статьи разные объяснения не не одно вот то которое я сейчас озвучила только лишь одно из предлагаемых объяснений из другие но в самой внешней нет ни малейшего намека на этот этот обычай вот теперь второй вопрос который я получил в письменном виде уже после занятия его с вашего разрешения разрешение сейчас прочту и постараюсь на него вкратце ответить вопрос такой по поводу обсуждения книги иудит создается впечатление пишет пишет шифра что в книге иудит и вообще в маковейских книгах и в самой торе пятикнижей мир материален люди действуют кран является частью жизни достоинства каждого человека и в частности женщины есть общественный идеал напротив раввинистический подход включая разные галуты переносит все ценности в духовную сферу в будущий мир в молитву вместо действия понимаю насколько это проблематично но не столько что чтобы вообще не упоминать пожалуйста прокомментируйте не знаю что именно шифра считает проблематичным саму ее сам ее тезис или что-то другое но поскольку запрос пришел то я вкратце действительно это прокомментирую есть конечно правда в том что вплоть до разрушения второго храма как бы жизнь народа израиля так и за исключением тех которые жили в диаспоре но даже и те как-то связывали свою жизнь с храмом стало быть очень многие вещи касая связанные с храмовым служением влияли на образ жизни люди приходили в храм три раза в году и в этом смысле если например говорить о действительно проявилась в литературе хазаль в ровнистической литературе как бы произошла некоторая сублимация некоторая духовная метаморфоза когда нужно было что-то противопоставить жизнь жизни который был храм теперь жизнь которой храма нет поэтому очень многие действия связанные с новым служением были действительно заменены некими духовными можно сказать упражнениями которые проявились как в молитве так и в сфере верований частично на это оказало влияние конечно и иллинистическая культура я в этой связи предлагаю и шифр и всем остальным прослушать довольно интересный курс такого он висит в ютьюбе профессора яира форстенберга который посвящен трактату а вот это пять четыре или пять лекций и вот он там как бы вскрывает связи тех идей связи между теми идеями которые появляются в эллинистической литературе с эллинистическими философскими воззрений значит но при этом при этом я бы хотел подчеркнуть что все-таки мир раввинистической раввинистического иудаизма это не то чтобы целиком и полностью духовный мир который вообще не фиксируется на материальных аспектах жизни совершенно не так просто сами аспекты претерпели изменения но вообще-то говоря поскольку мы все в той или иной степени наследуем раввинистическому иудаизм то все то что называется практическими аспектами иудаизма будь то заповеди связанные социальной жизнью будь то заповеди связанные непосредственно с отношением богу это как бы является частью образа жизни более того в каком-то смысле был предпринят совершенно такой вот проект претендующий на некую целостность и охват всех сфер жизни а вот создать закон который бы регламентировал действительно все в жизни человека что правда да что касается достоинства женщины общественный идеал это спорный вопрос в чем здесь конкретно различия например между библейскими текстами и раввинистическими ни те ни другие не были феминистскими хотя в чем-то действительно можно усмотреть больше большую гибкость и большую готовность принять лидирующую роль женщины в танахе нежели в раввинистической литературе что действительно следует отметить так это то что как бы раввинистическая литература практически целиком отражает жизнь под чужой властью под чужой властью сначала внешне это еще в земле израиль затем как бы диаспора разные диаспоры и поэтому конечно это тоже тоже отражается на образе жизни и он в каком-то смысле действительно если глядеть глазами из-за меня сублимируется в духовную сферу в большей степени да потому что государства нет государственных институтов нет заинтересованности в этом фактически нет нет стремления писать историю об этом мы еще поговорим вот и в этом смысле действительно те текст которые мы читали там скажем первая маковейская книга книга иудит они гораздо более активистски настроен в этом плане вот но это как бы вкратце то что я имел сказать на этот счет вот не знаю шифра здесь вроде не присутствует сегодня она получит сможет это прослушать если у кого-то возникнут на эту тему соображения тоже можно озвучить вот а мы сегодня фактически начинаем новую тему которая 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 требует определенный преамбул такая собственно существует ли существует ли философия и философская традиция в древней еврейской литературе то что она существует в средневековой еврейской литературе в литературе нового времени понятно так ответ будет конечно да а вот существует ли она в древней еврейской литературе если мы на самом деле все зависит от того что подразумевать под этим термином философии а все мы прекрасно знаем что он буквально значит но вопрос как бы что мы этим термином называем потому что если говорить о вопросах о проблемах которые ставятся то в общем есть древней еврейской литературе аспект который можно назвать условно литературой занимающейся мудростью на самом деле это не что-то уникальное в еврейской литературе это существует на всем древнем востоке есть как бы такой вот целый пласт литературы который этим занимается так это и мы находим такого рода произведения древнем египте древними сапатами и есть это и в еврейской литературе в танахе есть ряд такого и таких текстов если не брать какие-то совсем уже отдельные стихи или кусочки то в целом можно говорить об определенной направленности в сторону мудрости в пятой книге тары не говорим там действительно слова хохма и хохам повторяется значительно больше чем в любой другой книги тары и мудрость воспринимается как некоторый идеал есть тексты которые упоминают мудрых людей исторических книгах танаха но это как бы эпизодические упоминания как раз например мудрая женщина мудрая женщина из тква упоминается меня в книге шмуэля есть какие-то не то чтобы рассуждения но по крайней мере вопросы связанные с познанием мира и бога и места человека в этом мире в пророческих текстах их немного но они есть и в том что разделе который мы называем писание кто вы есть определенные псалмы которые занимаются этими вопросами и разумеется три книги которые в самом деле в общем целиком полностью сосредоточены на этой тематике это книга мишлей притчи царя шлумо это книга коэлит который тоже приписывается экклезиаст который тоже приписывается царю шлумо и это книга иова все они очень разные на скажем на книга притчи в основном концентрируются на том какой правильный путь в жизни как его избрать и в этом смысле ее можно сопоставить например с тем же трактатом а вот в мишнаистской литературе книга иова книга которая как мы все прекрасно знаем и помним рассуждает о вопросах воздаяния о том если есть ли проведение божественное страдания их место вместе в человеческой жизни а книга коэлит такое такая книга условно можно сопоставить с древними скептиками до такой своего рода чем-то можно сказать древний декарт который все ставит под сомнение а вот но при этом при этом надо сразу же отметить что все эти тексты не строятся как какое-то теоретическое рассуждение на определенную тему ни один из них так не построен это либо поэтические тексты либо какие-то сюжетные тексты как книга иова например либо какой-то как бы вот сборник поучений как книга причин либо это как вот книга коэлит которая может быть в чем-то приближается к тому что мы бы назвали трактатом но все-таки таковым не является потому что у нее нет какой-то определенной темы вокруг которой строится рассуждение а это как бы вот своего рода такая исповедь мудреца а в этом смысле в этом смысле все эти тексты у которых повторяю есть своего рода аналоги древней египетской литературе в древней месопотамской литературе все эти тексты разительным образом отличаются от того что создают сначала древние греки древние греки создают теорию философию как теорию как науку которая потом начинает на определенном этапе достаточно быстро восприниматься как своего рода ну как сказать наука с большой буквы сверх наука которая как бы под которой находятся все остальные науки это сейчас философия воспринимается как область гуманитарного знания и ее собственно учат тоже на гуманитарных факультетах но вообще договоря изначально это так не было на философия воспринималась как некая некий путь к познанию причем к объективному познанию этому стремились люди подобные сократу платону аристотелю зенону диагену сеники и так далее это был путь познания причем путь который повторяю строился как научное теоретическое рассуждение есть конечно особое ответвление софистические школы но это скорее школы ритеров достаточно политизированные это отдельный вопрос но в целом как бы греческая философия греческая а потом римская а потом дальше и те те философские школы которые наследуют грекам и римлянам это в общем теоретическое познание теперь возникает вопрос есть ли нечто подобное в еврейской литературе если есть то когда это собственно говоря появляется ответ да есть есть значит когда это появляется на этот вопрос ответить труднее но понятно что это появляется после того как происходит встреча двух культур а встреча двух культур хотя какие-то контакты существовали и раньше но по сути дела она начинается с момента захвата александра македонского конце четвертый последний как бы треть четвертого века нашей айкумены и как бы постепенное проникновение греческой культуры вот как бы в том числе землю израиля значит первое упоминание которое нам известно это упоминание о таком арестабуле александрийском который жил во втором веке до новой эры ничего из его писаний до нас не дошло все дошло только через христианских авторов например через евсевия кисарийского но они какие-то вещи пересказывают и очевидно что речь идет о человеке который делает попытку соединить еврейскую идентичность и греческую ментальность значит он как бы реально пытается как-то соединять Тору с греческой философией первый такой случай в частности он был первый опять же по словам того же и все веки кисарийского кто утверждал что у Бога нет телесного облика нигде до сих пор такого никем не утверждалось а тут вдруг появилось такое утверждение впоследствии как мы знаем через много-много столетий после этого Рамбом сформулирует это как некий постулат принцип веры который станет благодаря авторитету Рамбома общепринятым хотя во времена самого Рамбома он и сразу же после него он в общем оспаривался вот этот Аристабул Александрийский он жил в Александрии как раз в центре эллинистической учености вот он был первым таким человеком вслед за ним нам известно гораздо больше потому что писания этого человека до нас дошли о Филоне Александрийском который жил родился в конце первого века до новой эры жил и писал в основном в первом веке нашей эры новой эры вот и оставил после себя много сочинений несохраненных еврейской традиции подчеркнул хотя он был тоже александрийским евреем писал по-гречески и это одна из причин почему может быть основная причина почему его писание не сохранилось еврейской традиции но у него было очень много общего в подходе точнее многое из его подхода восприняли ранние отцы церкви и собственно говоря уже обнаруживаются параллели между ними Павлом и возможно что Павел его знал хотя он его не упоминает знал в смысле его текст не исключено теперь Филон делает более или менее то же самое что и Рестабун александрийский только повторяю до нас дошло очень большое количество его текстов и мы видим что он строит как философскую гносиологическую систему так и философскую этическую систему так и философскую экзогетическую систему то есть систему толкования он толкует в целом ряде своих трактатов библейские тексты при этом у него метод толкования аллегорический он по сути дела видит в библейских текстах Танаха в рассказах в истории некие знаки аллегории он не читает их исходя из простого смысла но это и не драж которым занимаются мудрецы Талмуда нечто иное это создание именно аллегорий скажем он может сказать для примера что змей в первой третьей главы книги Берешейт это символ знак увлечений и страстей человека правда у Хазаль как раз тоже по поводу змея есть такое выражение у Нахаш у Ецарара но это не превращается в некоторую систему а у него превращается у Филона еще как Филон был тем кто соединил пытался соединить еврейскую систему ценностей с философией Платона и одновременно черпал у стойков какие-то идеи значит Платона главным образом он почерпнул и переработал представление о как бы двух мирах параллельных мир материальный и мир духовный мир эйдосов идей в общем Филон Филон как бы вот представитель такого направления в чем-то Рамбон впоследствии продолжит его не зная ничего о Филоне никогда его не упоминая и конечно не читая потому что во времена Рамбова Филон на арабский язык переведен не был и на иврит тоже значит когда-нибудь мы еще может быть в рамках другого курса обратимся к текстам Филона вот но Филон в общем историком не был историком он не был исторические тексты как правило не писал это его интересовало только по касательной хотя у него есть несколько текстов которые которых он описывает события ему современные он был членом делегации отправленной в Рим с тем чтобы защитить еврейскую общину от александрийских антисемитов представал перед Кесарем вот но в общем и целом у него как бы таких текстов почти нет но это конечно тексты философские они написаны как философские тексты и что действительно интересно это вот попытка навести мосты то есть как бы утверждать что на самом деле истинная философия находится в Торе что Тора это философский текст только его надо правильно читать и тогда он станет философским он более сложный чем философские тексты пришедшие из Греции потому что философские тексты пришедшие из Греции и говорят прямо то что хотят сказать а Тора лишь намекает на это это текст аллегорический теперь та книга к которой мы сейчас обращаемся эта книга в чем-то уникальная четвертая маковейская книга потому что в ней делается попытка соединить историю и философию сейчас мы об этом поговорим я только чувствовал что я что-то забыл сказать вот я хочу это добавить что уже со времен Рестабула Александрийского так опять же свидетельствуют христианские писатели и Филон об этом тоже пишет постепенно набирает силу такое вот убеждение что на самом деле крупные греческие философы так или иначе учились у евреев будь таким учителем Моше будь таким учителем кто-то из пророков скажем пророк Ирмияу но во всяком случае такие утверждения делались и понятно что они носят апологический характер как бы вот сказать что на самом-то деле вся мудрость проистекает из еврейской традиции впоследствии Рамбом тоже будет это говорить и утверждать что на самом-то деле вся вот эта известная она была в еврейской традиции а потом была забыта так вот книга которую мы сейчас переходим четвертая маковейская книга называется так непросто она действительно связана с маковейским корпусом а если более точно говорить она связана со второй маковейской книгой но что она делает мы помним что вторая маковейская книга написанная в диаспоре и которая представляет собой некоторое сжатый сжатый пересказ эпитому более объемного повествования некоего Ясона из Кирен Киренайки Северной Африки эта книга так же как и первая маковейская книга описывает события времен маковейского восстания но в ней есть нечто чего в первой маковейской книге нет совсем история истории о еврейских мучениках там появляется Элиазар старец Элиазар который претерпевает мученическую смерть и есть история о матери и семерых сыновьях которые тоже претерпевают мученическую смерть ради верности Богу и законом Торы согласно второму маковейской книге их смерть явилась непосредственной причиной победы которую одерживает Иуда маковей они своей смертью смерть их носит искупительный характер она искупает грехи народа и после того как автор второй маковейской книги рассказывает о них он переходит к истории маковейского восстания победы Иуды Маковея и понятно в контексте книги что эти победы смогли реализоваться благодаря вот этим мученикам это вторая маковейская что касается четвертой маковейской книги то ситуация здесь несколько иная там нет ничего об истории маковейского восстания единственное что там есть это история этих мучеников которая тоже на самом деле является некой деталью в рамках философского трактата философские трактаты греческие на разные темы включали в себя разного рода аргументацию в том числе аргументацию при помощи примеров так вот в рамках четвертой маковейской книги эта история о мучениках о Элиазаре и матери и семи и сыновья становится примером в рамках аргументации философской аргументации автора теперь в чем состоит эта аргументация мы будем дальше говорить и читать книгу и говорить но прежде всего кто ее автор и когда она была написана не то и где не то не другое на самом деле нам точно неизвестно в свое время упомянутые мной и все веки и сарийский отец церкви сообщил о том что Иосиф Флавий написал книгу которая называется о разуме самодержца при этом он говорит там что эта книга некоторые ее называют маковейской книгой такой книге в корпусе Иосифа Флавия не существует это как бы нужно сразу отметить вслед за Евсевием Иероним знаменитый отец церкви который перевел Тору на латынь так называемый перевод вульгата тоже упоминает вот это этот вроде как факт что Иосиф написал книгу о мученичестве маковеев и в самом деле в некоторых средневековых рукописях Иосифа Флавия включали четвертую маковейскую книгу теперь надо сказать что сам Иосиф Флавий конечно меньше всего походит на мученика мучеником не был и от мученичества отказался хотя у него была такая возмущенность но при этом в нескольких текстах он превозносит мучеников в целом хотя и не рассказывает конкретно об этих мучениках потому что когда он рассказывает историю маковейского восстания он целиком и полностью опирается на первую маковейскую книгу и ощущение такое что второй маковейской книги он просто не знает он ничего из нее не берет и историю наших мучеников не рассказывает но он действительно говорит о своей книге против опиона что иудеи у идеев есть вера в божественные предписания которые следуют крепко держаться если надо то и умирать за них с радостью значит нечто подобное он рассказывает и в иудейской войне но при этом как бы сегодня существует абсолютный консенсус касательно того что четвертая маковейская книга не могла быть произведением Иосифа Флавия мало того что как бы в таких выверенных изданиях ее просто нет среди его произведений он никогда не писал философию он Флавий всегда писал историю а не философию и в этом смысле между четвертой маковейской книгой и история Флавия есть очень заметные различия в том числе касающиеся просто изложения фактов потому что автор четвертой маковейской книги с фактами часто вообще совершенно не считается они его очень мало волнуют поэтому он допускает явные ошибки мы это увидим кроме того кроме того как я уже и сказал очевидно что автор четвертой маковейской книги опирается на вторую маковейскую книгу а Флавий как я уже только что сказал нигде не обнаруживает своего знакомства с второй маковейской книгой в своих основных произведениях язык тоже флавия очень сильно отличается от языка и таки хотя и то и другое написано на греческом языке но язык совершенно разный в том числе касающийся передачи имен например в четвертом маковейской книге еврейские имена транслитерируются и не склоняются а Флавий эти имена как раз грецизирует и склоняет кроме того было сделано некоторое исследование касающиеся языка второй маковейской книги которая склоняет чашу весов в пользу того что книга была создана на рубеже между первым и вторым веком в принципе скорее всего тогда когда Флавия уже не было в жилы значит книга хотя скажем так очевидно что книга была создана на греческом языке на так называемом диалекте Койне практически нет никаких гибраизмов в книге совершенно отдельный так что предположение о каком-то существовании какого-то ивритского или арамейского оригинала мало реальны как я уже сказал судя по всему книга создается на рубеже первого и второго веков но во всяком случае никак не раньше начала первого века до нубой эры то есть не раньше создания второго маковейской книги которая создавалась в конце второго века до новой эры где создается эта книга на этот вопрос трудно однозначно ответить очевидно что в какой-то из грекоязычных диаспор тут предлагалось два два предположения одно это опять же Александра ленинстический Египет как центр учености а другое предложение это Антиохия почему Антиохия вкратце я сейчас скажу а потом мы подробнее еще об этом поговорим дело в том что в Антиохии существовал культ могилы маковеев и там почиталась могила мучеников значит христианами точно но существуют некоторые основания предполагать что изначально и евреям было выдвинуто даже предположение ничем не доказанное что тела маковеев тела мученик не маковеев а мученик захороненный в Иерусалиме были перенесены в Антиохию под маковеями когда речь идет об этой самой могиле подразумеваются как раз наши мученики отнюдь не иуда и его братья а эти мученики потому что в христианской традиции слово маковеи стало обозначать именно вот этих людей об этом мы поговорим отдельно и гораздо более подробно в процессе чтения книги во всяком случае одно из мнений это то что книга создавалась в Антиохии и более того как бы о жанре книги мы еще тоже будем говорить но одно из выдвинутых предположений что это ежегодно произносимая надгробная похвальная речь там действительно в тексте есть основания для такого утверждения что на могилах на могиле этих мучеников это произносилось так что не исключено что действительно так многим сегодня принимается что это происходило в Антиохии а что касается времени некоторые считают что это действительно была ханка праздник когда это произносилось то есть у этой книги возможно был некий ритуальный смысл теперь в двух словах общая идея мы будем читать и разбираться более подробно идея такая она носит полемический характер что закон Торы есть закон разума который властвует над всем в человеке и человек который следует закону Торы то есть закону разума не уступит никаким своим страстям и слабостям и готов будет ради этого закона принять мученическую смерть как мы увидим полемика здесь нацелена как раз в сторону греческой философии которая утверждает главным образом что вот такой общий закон разума это природный закон который не устанавливается людьми что человеческий закон это закон приходящий а природный закон это закон универсальный и всеобщий потом как бы гораздо более позднюю эпоху в средние века и в эпоху возрождения и у христиан и у евреев будет очень много рассуждений о природе закона и о том как каталогизировать закон мы находим это у Саади Гаона у Рамбома Йосефа Альбо и так далее так вот автор нашей книги утверждает что закон Торы это не частный закон это универсальный закон разума божественный закон который конечно дан был евреям но вообще то говоря это закон общечеловеческий которому следует которому правильно следовать и тогда человек достигнет совершенства добродетели многие вещи которые я сейчас проговариваю действительно созвучны в значительной степени Рамбома и они его предвосхитили хотя философская система Рамбома гораздо более сложная развествленная продуманная и глубокая нежели та которую мы найдем в четвертой маковейской книге которую мы читаем по двум причинам и потому что она действительно связана с темой маковейского восстания которую мы посвятили последние месяцы изучения и повторяю как пример появления в древней еврейской литературе философского текста или по крайней мере текста претендующего на то чтобы быть философским трактатом он построен философский трактат мы сейчас начнем читать первые несколько стихов этой книги больше мы сегодня не успеем но перед этим если у вас возникли уже сейчас какие-то вопросы то можно их сейчас задать ну окей тогда с вашего разрешения я открываю текст опять же перевод взят из интернета это не лучший перевод я опять же всячески рекомендую для чтения ту книгу которую я уже много раз упоминал четыре книги муковеев которая была издана издательством Гешарим так вот я буду корректировать перевод корректировать перевод переводом этим потому что здесь в этом переводе как бы встречаются всякие такие устаревшие можно сказать слова вот давайте начнем читать буквально несколько стихов прочтем и почувствуем насколько это отличается от всего того что мы читали раньше намереваясь предложить любомудреннейшее слово или как в переводе которым я пользуюсь философское положение и не предложить а доказать философское положение а именно что благочестивый разум подлинный владыка над страстями что здесь на самом деле нет условного периода господствует над страстями благочестивая рассудительность здесь есть утверждение что благочестивый разум господствует над страстями причем здесь употреблено довольно редкое даже для греческого языка слово autodespotos мы бы может быть ожидали бы другое слово autokrator но здесь autodespotos буквально самодеспот знакомые слова но это как бы такой двусмысленный немножко термин который может значить как действительно господина так и господина над самим собой как скажем так как единственного абсолютного властителя autodespotos так и господина над самим собой это будет играть очень важную роль в дальнейшем нашем чтении так вот я искренне и здесь мы видим да мы здесь видим что разум властвует над страстями это положение которое нам хорошо известно как из платонической так и из тоической философии превосходство и власть разума над страстями мы поговорим еще в следующий раз о знаменитом образе колесницы платона которым он представляет трехчастное строение души разум воля и страсти мы будем об этом говорить более подробно но пока что просто заметим себе вот эта тема разум как властитель над страстями я искренне советовал усердно внимать как тут сказано этому всему любому дарю термин который здесь употреблен философия он переведен в духе Шишкова знаменитого Шишкова которого упоминает с насмешкой Пушкин Евгения Онегини да значит так вот это философия ибо сие слово вполне нужно для знания а кроме того содержит похвалу такой величайший добродетели как кого я считаю разумность разум итак итак мы видим что что здесь содержатся две цели с одной стороны хотя тут сказано для знания но вообще правильнее для образования по идее для воспитания есть воспитательный аспект человек воспитывает себя а кроме того здесь есть некоторое установление ценностей есть аксиология что мудрость это не просто какое-то не просто какое-то свойство свойство человека это это величайшая добродетель то к чему надо стремиться это как бы то что обеспечивает совершенство этим образом мы уже видим заявленную тему тема посвящена разуму и это тема которую мы находим во многих трактатах греческой философии я вот только что упомянул платона можно найти это и у стойков и у пикурейцев здесь пока нет ничего чтобы указывало на принадлежность автора к еврейской традиции я сейчас сделаю то что я не делаю обычно но я сделаю некий прыжок прыжок в стих который покажет нам что же именно что же именно с точки зрения автора является таким таким законом он говорит здесь что в девятнадцатом стихе здесь семнадцатый семнадцатом стихе прошу прощения что это есть изучение закона посредством которого мы узнаем божественное благоговейное человеческое охотное вот здесь фактически первый раз делается намек на божественный закон на божественный закон и таким образом автор уже намекает на еврейскую составляющую его философии еще до этого он как бы упоминает тот пример который будет стоять в центре текста в восьмом стихе я докажу это доблестью умерших за добродетель или азара и седьми братьев и матери ибо все они даже до смерти презрев мучения за законы бога и самую жизнь презрев ради благочестия доказали что он и рассудительно сдерживает страсть то есть как бы под законом понимается закон торы закон бога и то что сделали эти мученики это не просто верность закону бога а это доказательство того что человек чьим водителем является разум не боится ни смерти ни страданий идея опять же достаточно близкая рамбурно ну ну хорошо здесь мы поставим сегодня точку продолжим читать вдаваться в этот текст не очень простой для тех кто не знаком с крееческими философскими текстами постепенно будем как бы его читать и понимать и обсуждать начиная со следующего раза вот и я закончу закончу тем что как бы скажу некая представлено ваш суд некое высказывание которое само по себе носит полемический характер потому что вот это то что он здесь пишет и то что он проповедует и то что является некоторым соединением еврейской традиции и философии последователей платона и стоиков в какой мере это выдерживает проверку жизни в какой мере действительно разум спасает человека от того чтобы презреть чтобы чтобы не оказаться наоборот подвластным физическим и душевным страданиям мы знаем что существовали и противоположные концепции и представления которые утверждали что как раз таки разум человека спасти не может и нет чего и что внутренняя убежденность рождается не во разуме а в чем-то совершенно немного в чем это тоже вопрос и это обсуждение может быть приведет нас к вопросу о том что может спасти как сегодняшний Израиль так и может быть вообще в целом западную цивилизацию в самом деле разум или нечто иное это как бы те вопросы которые я просто бросаю сейчас в воздух предлагаю над ними начать думать если повторяю у вас есть вопросы замечания то самое время их сейчас задать или высказать пожалуйста хочет ли кто-то что-то озвучить добавить спросить народ безмолвствует народ пока безмолвствует значит ну мы озвучим только вот что да пожалуйста Буря да я первые темы ответа на вопрос о материальности духовности и положение женщин и женщин я хотел всем упомянуть рекомендовать книгу Даниэля Боярина русский перевод называется Израиль по плоти ассекция в соломедической литературе оригинал по английски переведена на русский на еврейский возможно другие языки вот эти вопросы значит очень подробно очень интересно разбирать да да я тоже всячески поддерживаю это действительно очень интересная книга и более того в каком-то смысле это пионерское исследование потому что все что связано с попыткой создать мост между джендерной тематикой и между джендерной тематикой и раввинистической литературой это вот первым это начал Даниэль Боярин с тех пор конечно много чего написано на эту тему но первым начал он так что спасибо большое я как бы заранее скажу мы с Натаном обсуждали что перед Роша Шанна мы сделаем некоторую в чем-то остановку в нашей теме на одно занятие проведем занятие связанное с Роша Шанна и его и попытаемся как-то связать это с сегодняшним днем с тем что происходит сегодня и такого рода занятия мы еще и проведем во время или непосредственно перед праздником суббот окей на этом сегодня мы заканчиваем спасибо Дима спасибо большое за внимание всем счастливо до свидания пока